Привет, друзья! Хочу вам сегодня объяснить удар, который мы используем в уроке ITS Fight и очень у многих людей есть с этим движением какие-то проблемы, скажем прямо. То есть у меня есть к ним вопросы по поводу техники выполнения и я хотел бы вам помочь и сейчас расскажу, что можно сделать для того, чтобы улучшить вашу технику. Договорились? Итак, помните, что у нас есть разные удары прямые, сбоку, снизу. И вот удар снизу вверх рукой называется апперпот. И что мы должны сделать? Во-первых, у нас кулаки сжаты, во-вторых, мы держим их около подбородка. И в-третьих, когда мы бьем, это прямо самая важная часть. Вы перед ударом не делаете замах, вам не нужно его делать. То есть в основном люди пытаются ударить вот так, как будто от этого прибавится сил. Но нет, вам нужно повернуть корпус вокруг вертикальной оси. Точно так же, когда мы бьем прямой удар или когда мы бьем боковой удар, движение одинаковое. И вы делаете удар снизу вверх, вот смотрите, медленно, около подбородка ваша рука. Когда вы разворачиваетесь, видите, дальнее плечо у меня уходит вперед, и я наношу удар, и моя ладонь направлена мне в лицо. А угол вот здесь 90 градусов. И плечо повернулось, оно было позади и стало впереди. То есть я разворачиваю корпус вокруг вертикальной оси. Раз, а потом по самой короткой траектории я веду руку обратно. То есть наношу удар и возвращаюсь. Раз, два, раз, два. Вот вам, ребята, простой совет, который вы в первую очередь должны отработать. Также не забывайте, что у нас есть вертикальная ось, она проходит сверху вниз. И все наши перемещения, они идут только вокруг этой оси. То есть вы не делаете удар таким образом. Или вот так. Или, например, вот так. Вы делаете его, вращаясь только вокруг вертикальной оси. Раз, два, раз, два. Когда вы бьете с ближней руки, у нас здесь ситуация такая. Вы наносите удар так же с разворотом корпуса, без замаха. То есть вам не нужен замах вообще. Раз, два. Видите? Движение очень короткое. А что еще и делаю я? Я сажусь на впереди стоящую ногу. То есть я подсел, видите, и зарядился на удар. Я развернул плечи. А после этого наношу удар. Сел. И наношу удар. И опять же у меня вращение идет вокруг вертикальной оси. Поэтому, когда я бросаю руки, я сел, наношу один удар, второй. Один, второй. Если вы добавите движение корпуса и ног, ваше в целом движение, оно будет смотреться очень гармонично, очень здорово. Поэтому попробуйте отрабатывать медленно вокруг вертикальной оси поворот корпуса и бросайте руки свободно. Расслабьте плечи. Раз, два. Без замаха. Вам совершенно не нужно вот это делать. Калорий вы больше не сожжете за счет того, что руку разгибаете. Но смотрится это, согласитесь, не очень корректно. Поэтому руки всегда держите около подбородка и возвращайте к подбородку. Вот ваше движение, когда вы работаете. И прямо, знаете, сделайте по 100 ударов каждой рукой. Встали и отрабатываем. Раз. Можно одной рукой. Раз, два, три. Но каждый раз я включаю пресс в работу, каждый раз я включаю ноги в работу, каждый раз я включаю плечи в работу. То есть у меня плечи разворачиваются, корпус обязательно хорошо работает. Точно так же, если мы бьем ближней рукой. Раз, два, три. Прямо свободно, свободно садитесь и бросайте руку. Правой и левой рукой. Так что вот вам, ребята, упражнения, которые можно отрабатывать. Теперь дело за вами. А я вас жду на уроках ITS Fight и в своих программах. Благодарю вас за внимание. С вами был Евгений Супов. До встречи. Пока. Пока.